Ну что, я вернулась к болталкам, к разговорному, так сказать, жанру. Не знаю, надолго или нет, потому что каждый раз, когда я выпускаю какое-то видео-болталка, от меня отписываются 10 человек. Ну, я не знаю, не любят люди мои разговоры, но я вас попрошу набраться терпения и не отписываться от меня сразу, а послушать то, о чём я буду говорить. Тем более, что буду-то я говорить о вещах, в общем, близких к моде, к фэшену, к платьицам, к примеркам и так далее. Главное, чтобы мои соседи не начали сейчас стричь траву. По-моему, они уже начали. Я надеюсь, что вам не очень это слышно. Давайте поговорим про фильм Барби. Я, наверное, последнее. Все записали, все уже записали про Барби, все уже из себя сделали Барби, все уже наряжались как Барби, все своё лицо подставляли. Это такой, знаете, в Инстаграме сейчас большой тренд. Все на куклу Барби ставят своё лицо и, значит, вот в виде куклы Барби делают фотографии и выставляют их. Я ещё этого не делала. И вообще, как бы я вот первый раз затрагиваю эту тему на своём канале, обещала вам в прошлом видео и вот наполняю то, что я запишу видео про Барби. И я хочу вам сказать, что я фильм не смотрела. Как говорится, знаете, не считал, но осуждают. Я фильм не смотрела. Возможно, я его посмотрю. Я буду даже говорить не про фильм, потому что фильм я не смотрела. Обсуждать его достоинства и недостатки я не буду. Я хочу поговорить про феномен. Или феномен, как правильно? Не знаю. Феномен. Феномен. Неважно. Про феномен вот этого вот явления, которое сейчас произошло, связано с выходом фильма Барби. Но, вы знаете, я хочу перевоплотиться, чтобы, так сказать, войти в город. Дождите, одну минутку. Ну вот, я перевоплотилась. Теперь можно рассказывать про фильм Барби. Ну, нет, пожалуй, это перебор. Ну ладно, начнём. Я постараюсь недолго, не нудно, как бы быстро. Моя основная идея – это то, что фильм Барби и всё, что вокруг него происходит – это доказательство того, что наше мнение на моду, на какие-то явления, на какие-то социальные принятые и непринятые вещи можно очень хорошо менять и очень легко поменять, вложив в рекламу вот этого, то, что хотят продвинуть, определённую сумму денег. Бюджет фильма Барби был в 145 миллионов долларов. И в продвижении, и в, так сказать, раскрутку этого фильма вложили 150 миллионов. Я, когда услышала эту фразу, я всё сразу поняла вообще, что произошло. Почему? Потому что я была крайне удивлена, крайне удивлена тому, что фильм получил такую популярность, и не только фильм, а всё, что вокруг фильма. Любой магазин-бренд, любой, вот если вы зайдёте сейчас в любой магазин, то вы увидите розовые майки с надписью Барби, изображение кукол, в общем, все вот это вот женскую тему, сердечки, цветочки, люрекс, бабочки, вот всё вот это вот, прямо вот-вот-вот, везде и всюду, во всех абсолютно магазинах. Много очень розовых вещей, очень много каких-то таких именно женственных вот таких вот вещей, которые уже много лет у нас, в общем-то, в обществе считаются, ну, как сказать, ну, такой фу, понимаете? То есть, с тех пор, как в моду вошёл оверсайз, всякая дранина, юнисекс, толстовки, спортивные костюмы, это произошло, между прочим, ещё до ковида. Вот многие говорят, что ковид вёл в моду спортивную такую домашнюю одежду, а я с вами не согласна, потому что я помню, что оверсайз вошёл в моду где-то вот после десятых годов, году, пятнадцатом даже, мне кажется, вот, может быть, я путаю, нет, ну, может быть, ну, в общем, до где-то семнадцатого, семнадцатого, семнадцатого годов, я думаю, что оверсайз уже вовсю был в моде, я это очень хорошо помню, потому что я тряпочник, очень увлекаюсь одеждой и всегда слежу очень за модой, и вот я помню, что всё было в обтяжку, в облипочку, такое узенькое по фигурке, и вдруг, и вдруг с Олафа Садом всё стало большое, широкое, свободное, ещё год, ещё год, ещё больше, ещё год, ещё шире, до абсурда. Огромные пиджаки, кстати, в котором я начинала своё видео, огромный пиджак с большими плечами, широкий, который скрывает вообще все формы тела, да, под него можно было надеть велосипедки, но как бы всё равно, вот, объёмные, огромные, большие вещи. Розовое – это вообще чуть ли не табу, то есть, как бы, и вообще вошёл в мод вот этот гранж, большие сапоги, большая обувь, большие ботинки, кроссовки с платьями, ну, вы всё это помните, вы же все жили в это время, вы же всё помните это. И вообще, так сказать, кукла Барби теряла свою популярность изо всех сил, потому что, вот, пошла такая тема, что, вот, так сказать, дамы-феминистки, они считали, что она насаждает неправильные, неправильное отношение к своему телу, неправильное отношение к женственности, к тому, что девушка должна считать красивым и некрасивым, начиная от того, что у неё нереальные пропорции, очень длинные ноги там от шеи, очень узкая талия, и всё вот это вот, что, в принципе, считалось, опять же, в связи с тем, что в моду вошёл бодипозитив, и вот эта вот худющая длинноногая Барби, которая всегда в розовых платьицах, ну, не всегда, я утрирую, вы понимаете, у неё были разные одежды, и она всегда на каблуках, и это, как бы, вот, немодно, непопулярно, так не должна считать вести себя девушка молодая, которая хочет быть модной и современной, она не должна думать о том, что она должна выглядеть такой, вот, знаете, полиш, то есть вот всегда прическа, всегда накрашенная, всегда на каблуках, в коротеньких юбочках, вы понимаете, о чём я говорю, может быть, я, как бы, немножко обобщаю, но, в принципе, вы понимаете, о чём я говорю, мы все живём в это время, и мы все знаем, что, так сказать, происходит, и какие тенденции в моде и в поведении девушек молодых сейчас, как бы, в моде популярны, были до какого-то, до выхода фильма Барби. Компания Мотел, это компания, которая производит куклу Барби, и которая является, которая имеет все права, так сказать, на, на, они придумали эту куклу, и это их, так сказать, детище, они имеют все права на обладание, так сказать, этим брендом куклы Барби, почувствовали эти тенденции, стали как-то пытаться угнаться за современной, за современной, так сказать, модой и тенденциями сделали, во-первых, Барби появилась разных цветов и рас, а Барби появилась костюм не только в красивых платьицах, но она также была в одежде космонавта, доктора, там, я не знаю, физика, инженера, атомщика, я не знаю, как у него костюм, ну, короче, идея была в том, что Барби, значит, это такое, наоборот, может быть, феминистским символом, потому что она может быть кем угодно, она была в разных костюмах, что там еще было, по-моему, Барби-инвалид, Барби, что-то еще, я уже не помню, ну, в общем, они очень пытались войти в струю вот этого вот современных тенденций, но у них, если честно, не очень получалось, я вам расскажу историю из моей личности, мою семейную, так сказать, историю, у меня есть племянница любимая, которая живет в Штатах, и у нее есть 4-летняя дочка, и моя племянница запрещает покупать и дарить своей дочери куклу Барби, то есть она сама не покупает, и всем родственникам строго-настрого запретила, и сказала, что я не хочу, чтобы в моем доме была кукла Барби у моей дочери, значит, для меня это, конечно, экстрим, честно говоря, кроме моей племянницы, я других таких мам не знаю, моя племянница прекрасная женщина, молодая, успешная, очень продвинутая во всех отношениях, мы очень любим друг друга, но мы никогда не обсуждаем ни политику, ни современные тенденции социальные и общественные, потому что мы очень разных с ней взглядов на очень много вещей, некоторые совпадают, некоторые нет, кардинально не совпадают, поэтому мы это ничего не обсуждаем, и когда я говорю про политику, я говорю, конечно, политику американскую, потому что моя племянница была привезена в Америку в очень юном возрасте, по-русски она почти не говорит, и политика для нее это политика то, что происходит в Америке, и все остальное, да, но основная тема политическая для нее это американская политика, которую мы никогда не обсуждаем, чтобы не переругаться, и не, так сказать, не превратиться во врагов, и вообще, чтобы не устраивать этот срач в семье, значит, про политику и про другие, так сказать, спорные социальные тенденции в нынешнем обществе мы стараемся не говорить. Так вот, она запретила своей дочери, значит, я не знаю, как надолго хватит ее ограничивать свою девочку знанием о том, что существует такая прекрасная кукла. Но, с моей точки зрения, мне кукла Барби очень нравится, я считаю, что это было гениальнейшее изобретение, я забыла имя и фамилию женщины, которую ее изобрела, но она, конечно, молодец, ничего не могу сказать, потому что, да, я считаю, что это действительно очень классная вещь и классная игрушка для молодых девчонок, которые любят моду, любят фэшн, для них это действительно была находка в то время и до сих пор. И, плюс ко всему, я вообще, так сказать, за плюрализм, то есть я не считаю, что запрет это вообще хорошо для чего-либо, ни для воспитания детей, ни в других каких-то сферах общественных. Если вы с чем-то не согласны и вам что-то не нравится, вы можете быть, так сказать, придерживаться этого мнения, но запрещать ребенку играться с какой-то игрушкой, которую вы считаете неправильной, или запрещать кому-то думать как-то или делать что-то, это, так сказать, для меня вообще большое-большое ноу, и вообще осуждать кого-то за то, что кто-то думает по-другому. И, в общем, я за разность мнений, за плюрализм, за свободу слова и за то, что люди должны сами пройти, так сказать, поэкспериментировать и пройти и прийти к правильному решению и к правильному понятию чего-то, а не навязанному с детства там или с телевизора, или с ютюба, или с чего-то, так сказать, вот. Поэтому на моем канале никогда никто не банится и комментарии я никогда ничьи не вытираю. Но вернемся, значит, к моей племяннице и к тому, что вот по этому примеру вы можете понять, что кукла Барби это стала такая, знаете, персона нон-грата в некоторых, в очень многих, так сказать, современной молодежи, в семьях, в миллениумах, в миллениумах, в детях, они как бы вот считали, что это что-то неправильное, что это что-то, что продвигает неправильные ценности и то, от чего надо отказаться, и не то, чтобы запретить, но стараться, так сказать, своих детей к этому близко не подпускать. К чему я все это рассказываю? Потому что вы должны понимать, что в современном западном обществе, в котором я живу уже очень много лет, и, так сказать, вижу тенденции, которые здесь происходят, кукла Барби превратилась в, не для всех, еще раз повторюсь, но очень для многих, молодежи, современной, превратилась во что-то, в то, что как бы надо избегать. И уж, конечно, не была она немодной и непопулярной уже довольно давно, несмотря на старания компании Мотел, которые пытались изо всех сил войти в струю, и, я уже говорила, делали Барби на все вкусы, так сказать, чтобы к ним нельзя было придраться, ни за расизм, ни за сексизм, ни за что другое. Хотя, при этом, я вам хочу сказать, что все равно во всех магазинах продавалась кукла Барби, во всех магазинах продавались домики для Барби, во всех магазинах их было достаточно много, большой выбор этих кукол, и очень многие их покупали по настоянию своих дочерей, но это было как бы, мама могла купить Барби своей дочке, принести на день рождения, подарить девочке куклу Барби в определенных кругах, так сказать, современного общества, американского и канадского, это считалось так, ну, как бы, ну, вот как с моей племянницей, например, никто не знает, если мама это одобрит или нет, поэтому лучше подарить какую-то нейтральную игрушку, а уж куклу Барби пускай мама сама покупает ей, если хочет. То есть, как всегда, как все вот в современном нашем обществе, некоторое такое гиппокритство, которое, в общем, сопровождается, сопровождает очень многие тенденции нынешнего общества, мы, с одной стороны, очень за, и мы очень против чего-то, и мы очень за что-то, но, как бы, вот, если глазки закрыть, и если отвернуться, и если это не очень близко от нас, а наоборот, как бы, мы за, но мы, как бы, не хотим иметь с этим дело, мы против, но мы глаза закроем, и будем продолжать делать то, что мы делали. И вдруг случился фильм Барби. Вообще, то, что он случился, этот фильм, для меня было большим сюрпризом, учитывая все, что я вам сейчас вот до этого рассказала. Я знаю, мне говорили, что фильм как раз именно, так сказать, за феминизм, за то, что вот женщина должна быть реальной, что кукла Барби, так сказать, нереальная, живет в нереальном мире, и вот она попадает в реальное общество, в реальный мир, и как все это по-другому, и что, в общем, как бы, все это не так, как она себе представляла, потому что жизнь совсем другая, и, в общем, вся эта идея куклы Барби, идеальной куклы с идеальной фигурой, она, как бы, не совсем соответствует тому, что сейчас происходит, и вообще она такая феминистка, и бедный там Кен, он вообще у нее под каблуком, и, в общем, короче, женщина в силе, женщина in power woman, как это говорят у нас, сила женщины и так далее. Да, фильм очень это пропагандирует, но при этом вдруг куклы Барби снова стали популярны, вдруг вокруг Барби поднялся большой шум, вдруг одежда, коротенькие розовые юбочки, блестящие люрекс и какие-то пайетки, сердечки, бабочки, цветочки, все, что, так сказать, было синонимом куклы Барби и ее, так сказать, принципами жизни, так скажем, если можно так сказать про куклу, взрыв популярности, невероятный взрыв популярности, вещи, которых в магазинах было не найти уже лет 10, вдруг появились в огромных количествах, ну вспомните, когда последний раз, в каком магазине вы видели, могли купить розовую футболочку с сердечком, все в люрексах, и туфли вот на этих вот, вы помните, на огромной платформе розовые и при этом на огромном каблуке, это все было в 2000-х, где-то после 2010-го, по-моему, это все стало как бы абсолютный харам, это абсолютный запрет, это было абсолютно не модно, не популярно и вообще стыдно такое даже носить, и это вообще фу-фу, вот это вот все, да, и вдруг взрыв, и вдруг все это стало популярным и модным, и все кинулись это на себя надевать, все кинулись примерять на себя наряды Барби, нету блогера в Инстаграме, который бы не надел на себя розовое платье, не взял в руки в розовую сумочку, не надел розовые туфли, розовый бантик, бусики, и, значит, на фоне заставки фильма Барби не сфотографировался, вот даже я, посмотрите, да, у меня, кстати, много розовых вещей в гардеробе, но не так, вот я нашла, значит, ну, вот раз, два, три, еще одно платье, потом я надену, четыре вещи, может, еще есть несколько, но не так много, я не очень люблю розовый цвет, если честно, по жизни, но модно, что делать, приходится соответствовать, ну, я в чем, в самом деле, но дело не в этом, и для меня это было просто невероятным сюрпризом, я действительно была удивлена, потому что после вот этого всего вдруг вот такой вот взрыв, такой бум, и все вдруг полюбили, как вдруг все полюбили, все, кто фукали год назад, все говорили, фу, я никогда это не надену, фу, это мещанство, это некрасиво, и это вот все вот это вот, и вдруг все стали на себя это пялить, ну, что же произошло, а произошло очень простая вещь, много денег, вложенных в раскрутку этого фильма, заплатили всем, заплатили рекламным компаниям, заплатили всем брендам, чтобы они выпустили одежду типа а-ля Барби, видимо, заплатили топовым блогерам, чтобы они все на себя пялили вот это вот розовое или оделись в Барби, и все, и все забыли свои давние, так сказать, проклятия в сторону куклы Барби, ну, проклятия громко говоря, ну, как бы вот свое такое, скажем так, ну, презрительное несколько отношений ко всему кукле Барби и ко всему, что вокруг нее, все, что связано с ней, кроме моей племянницы, я, кстати, с ней обсудила этот вопрос, и она, так сказать, держит свою марку, фильм на нее, и вся вот эта вот шумиха вокруг не повлиял, но на очень многих повлиял. И вы знаете, она повлияла настолько, что люди как бы восприняли это, девушки, женщины с огромным восторгом, с большим энтузиазмом, кому-то заплатили, кто-то стал хайповаться, потому что это стала очень хайповая тема, стали хайповаться и рядиться в Барби, так сказать, потому что это хайповая тема, я тут с вами об этом разговариваю, потому что это хайповая тема, ну, и вообще, потому что у меня есть мысли на эту тему. И я пришла к такому выводу, мои выводы на эту тему, что раскрутить можно все, что угодно, если заплатить за это достаточно денег и вбухать в это достаточно денег в рекламу и раскрутку. Сказав все это, я понимаю, что я не открыла никакую Америку, и все это прекрасно знают. Я, собственно, не собиралась открывать никакую Америку, я просто делюсь с вами своими мыслями, и, если честно, для меня это было очень наглядно, вот этот пример, вот этого фильма и все, что вокруг него происходит, был для меня настолько наглядной иллюстрацией того, как легко же нами можно манипулировать, и как большие деньги, вложенные в раскрутку чего-либо, могут поменять взгляды, мозги очень многих людей. Я хочу сказать, что я думаю, что вот эта вот тенденция фильма Барби и вот все, что вокруг связано с ним, женственность гипертрофированная, невероятная любовь ко всему блестящему и розовому, оно было встречено, ожидаемо и встречено с большим энтузиазмом, потому что этого ждали. Мне кажется, что после многих лет оверсайза и невероятных рваных штанов, рваных свитеров, толстовок и кроссовок, мода на розовые каблуки, она была как бы вот ожидаемой и ее ждали, поэтому еще и так легко удалось раскрутить весь этот фильм и все, что связано и все, что вокруг него, потому что, наверное, что-то, что, может быть, не было бы так в тему и в струю, оно бы не было так легко воспринято и так легко раскручено, как вот эта вот история вся. И поскольку ее ожидали и хотели ее, то как бы вот получилось легко и просто. Но, тем не менее, я хочу вам сказать, что да, мы знаем, что нашими мозгами манипулируют, да, мы знаем, что очень часто наше мнение и наши взгляды на жизнь нам навязаны иногда настолько незаметно, что мы даже не понимаем, каким образом мы вдруг начинаем верить во что-то и проклинать что-то другое. То есть, как бы постепенно, постепенно, капая, капая, можно человека, общества убедить в очень-очень многих вещах. Главное капать на правильное место. И, опять же, если в это вложены большие деньги, то тем более это можно как бы вот привести в, так сказать, в действие любую теорию, любую моду, любые тренды. Это мы все знаем. Но обычно это как-то происходит постепенно и незаметно. А тут это произошло прямо overnight, что называется. То есть, через одну ночь вот вышел этот фильм, появилась реклама этого фильма, появились первые показы, появилась реклама, появилась, так сказать, промоушен этого фильма. И вдруг все изменилось в модной индустрии, в отношении ко многим вещам, так сказать, в понимании, что красиво, что некрасиво. Понимаете, это произошло очень быстро. И для меня вот это вот было показателем, вот явным таким, вот знаете, примером того, как легко и просто можно поменять наше мнение. А когда я услышала о том, сколько денег было вложено в раскрутку этого фильма, денег в раскрутку было вложено больше, чем в сам фильм, то как бы все стало на свои места. И я поняла, что большие деньги могут поменять мнение очень большого количества людей. И общество наше, так сказать, оно вот легко, так сказать, как флюгер по ветру идет тому, что нам, можно сказать, навязывают, нравится нам это или нет. Кому-то это нравится, кто-то с восторгом воспринял этот тренд. Кому-то это не нравится, но есть люди, которые, так сказать, любят соответствовать моде и трендам, и они будут идти в фарватере с этим самым трендом. Но, даже если им это не очень нравится, но, еще раз повторюсь, большие бабки решают большие проблемы. Опять же, это не Беном Ньютона, и это не открытие Америки. Мы все об этом знаем, но вот я хочу с вами поделиться тем, что вот как бы это было настолько явно и настолько, ну, прям вот, прям вот так вот бум в глаза, что я решила вот поделиться с вами и рассказать вам об этом. Вот. Ну, и все, на этом все. Я надеюсь, что я сложила ваш лайк, дорогие мои друзья, хотя бы тем, что я пять раз переоделась, чтобы быть как бы в теме. Ну, и мне интересно, что вы думаете на эту тему. Кто смотрел фильм, кто не смотрел? Понравился ли вам, не понравился? Я думаю, что фильм-то сам неплохой. В принципе, фильм легкий, веселый, может быть, не шедевр кинематографии, но, в принципе, наверное, фильм, там говорят, что Оскар он получит. Нифига не получит. Я не думаю, что это Оскар-носный фильм. Ну, может, я ошибаюсь, посмотрим, да, но не думаю. Фильм легенький, хороший, такой приятный, но не шедевр, но, тем не менее, можно его посмотреть, я думаю, но, так сказать, вот вся вот эта шумиха, конечно, очень, это очень интересное явление нашего общества. И приглашаю вас в комментарии. Очень надеюсь услышать, что вы думаете на эту тему. И увидимся в следующем видео примерок, украшений, может быть, опять болталку, но, в общем, посмотрим. Все, люблю слой. С вами была Дита из Канады. Всем пока, bye.